За 30 лет с сахарным диабетом я, конечно, был конченным ублюдком с диабетической точки зрения. Диету нарушал, дневник не вел, ел сладкое, пил алкоголь, курил табак, уколы инсулина пропускал, сахар не измерял. На слова умных диабетиков с большим стажем я, в общем-то, не обращал никакого внимания. У меня тогда не было никаких осложнений. Зачем мне этот бред, думал я. Но я никогда не опускался до того, чтобы помогать тварям, которые прожили с диабетом несколько лет, и думают, что все знают о нем, и начинают вводить в заблуждение других, рассказывая им, как жить с сахарным диабетом, хотя сами они знают о диабете только из интернета и от таких же людей, как они сами. Добрейшего здоровья всем, ребят. Сегодня иду на прогулку, в общем-то, ну так, далеко иду там, за несколько километров. Ну и заодно запишу там небольшое видео. А почему я съемку начал именно здесь, вы это узнаете в дальнейшем. Вот уже приближаюсь, иду, ну где я тут батарейки сдавал, короче. Еще идти, ну прилично. Теперь заходим в самый опасный темный переход. Ну, он не настолько опасен, конечно, но довольно-таки темный. Особенно ночью здесь, в общем-то, горят только пару-тройку фонарей. Вот теперь иду вдоль Дмитровского шоссе. Вот этот вот стадион. Ну, сейчас иду на мост. Когда по мосту буду проходить, опять же включусь. Все, иду по мосту уже. Вот что-то осталось относительно немного. Все, теперь, ребят, прохожу через переезд. А через переезд не пойду, потому что машина ездит. Вот я здесь вот, по дорожке, через рельсы. И, в общем-то, осталось уже практически совсем чуть-чуть. Ну, в общем-то, и все, ребят. Вот мы дошли, так сказать, до нижней точки. Потом мы пойдем вверх. А здесь я был пару месяцев назад. Наверное, здесь было все в снегу. Не пройти, не проехать, так сказать. Вот, я обещал сюда вернуться весной или летом. Так что буду продвигаться я домой, по сугробам. А сюда мы вернемся, наверное, уже ближе к весне или даже к лету. Ну, вот я вернулся, в общем-то. И сейчас буду записывать для вас одну историю. Ну, ребят, в общем-то, я сейчас буду подниматься вверх. Я здесь пока снимать не буду, пока поднимаюсь. А когда поднимусь, там уже начну свою историю. Да, еще вот пакет нашел. Нужно его выбросить в урну. Все, уже половина горы пройдена. Сейчас скоро я дойду вот до туда. Вот здесь вот пару лет назад я снимал видео про гемодиализ. Тогда еще на диализе был. Рассказывал, что это, в общем-то, не так страшно, как люди себе думают. Хотел бы рассказать я по поводу гемодиализма. Да, может быть, это кому-то не нравится. Но это жизнь, это есть. И от этого никуда не деться. Если это суждено, этому быть, значит, это будет. Ссылочка будет вот здесь. Вот можете посмотреть. Кстати, видео очень интересное. Ну, еще я дошел. Вот я на самом верху. Сейчас начну свой рассказ, в общем-то. А почему я начал видео оттуда и сказал, вы попозже узнаете. В общем-то, вот почему. Пришел я вот оттуда. Если будет видно, вот там... Ну, короче, от самого горизонта вот там стоит мой дом. В общем-то, я когда начал снимать, я был около своего дома. Вот столько я прошел. И плюс мне еще идти назад. Ну, плюс еще здесь похожу. В общем-то, ну, вот такие вот у меня в основном прогулки и бывают. Ну, а теперь я, пожалуй, начну свой рассказ. Сразу же хочу сказать, чтобы никого не обидеть. В названии присутствует слово «твари». Хочу сказать сразу, что вот это вот слово «твари» относится лишь только к тем диабетикам, которые своей болтовней, скажем так, вредят другим людям. Которые, в общем-то, не знают ничего, пытаются показать из себя героев. И этим, в общем-то, вредят людям, которые делают, повторяя за ними, и совершают очень большие ошибки, которые влекут довольно-таки серьезные последствия для их здоровья. Вот именно их в этом видео я и буду называть «тварями». Первым делом я хотел бы вас огородить от всего этого бреда. Я знаю, многие мне не поверят, причем очень пожалеют за этого. Но это ихний выбор, ихнее право, верить мне или нет. Но я лишь скажу вам о том, что я болею с сахарным диабетом уже 31 год. И поверьте, да, у меня осложнение, я не спорю там. Все как бы мне многие говорят, у тебя осложнение, как ты можешь чему-то научить, чего-то рассказать. Вот как раз вот именно это я и могу рассказать. И вот это я, ну, я знаю, как бы, как я заработал эти осложнения. Я знаю, что нужно делать, чтобы их не заработать. Понимаете? А те диабетики, которые вам там в Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме или в других социальных сетях твердят там, что нужно есть, как нужно колоть и так далее, они, в общем-то, ничего не знают. Они все это узнали из интернета или от таких же диабетиков, как и они, которые болеют там 2-3-5 лет. Понимаете? И вот, не дай бог, они вас научат чему-то. Хорошо, если ничего не случится или все будет хорошо у вас. Понимаете? Потому что все люди, они индивидуальны. И если, не дай бог, получится так, что какому-нибудь диабетику, который там с экрана вашего гаджета говорит вам, что нужно делать вот так и все будет хорошо у вас, у него все будет нормально, да, а понимаете, у вас организм другой. И все может произойти с точностью, да наоборот. Твари я их назвал потому, что, ну, во-первых, а как еще можно относиться, допустим, к человеку, который, ну, не знаю, может быть, я сейчас грубо выражусь, да, и как-то вообще очень страшно, как вы не любите, чтобы я всегда говорил негативно, но как вы будете относиться к тому человеку, который, скажем, лишит вашего родственника, вашего родного человека, друга, ног, глаз, в прямом смысле этого слова лишит. Ну, конечно, там не будет никаких ампутаций и так далее, по крайней мере, этим человеком. Но при помощи его вот этой вот болтовни, про которую, в общем-то, ничего не знает, нет, не сейчас, конечно, это произойдет, это может произойти через 15, 20, 30 лет, но это произойдет, если тот диабетик, который послушает того, который ничего не знает, в общем-то, ну, ребят, это просто очень печально, реально. В общем-то, поэтому я их называю твари, потому что, ну, я вам говорю, как еще можно назвать человека, который, ну, лишил вашего родственника, родного человека здоровья. Только тварь. Я понимаю, что многие люди меня ненавидят, говорят, что я негативный, несу там какой-то бред, ну, с экрана, да, с ютуба, но, пожалуйста, ненавидьте меня, ребята, я не знаю, обзывайте, ставьте дизлайки, делайте, что хотите, да, но единственное, вы выполняете то, что я советую. Ну, не только я, а те диабетики, которые, в общем-то, прожили уже, ну, довольно-таки длинную жизнь с диабетом. Лично я прожил 31 год, и это уже, наверное, половина всей жизни, которую я прожил. Я не уверен, что я еще проживу 30 лет. Хотя все может быть, но, по крайней мере, половина – это жизни, потому что у нас люди в среднем живут лет 60. И поверьте, что, ну, я довольно-таки много видел и довольно-таки много знаю, в отличие от тех диабетиков, которые заболели относительно недавно. Да, возможно, они много прочитали, много узнали у врачей, но, опять же, это все они прочитали, понимаете. Врачи тоже это прочитали в книжках, в том же интернете, им преподавали это в институтах, но они сами-то этого никогда не испытывали, никогда этого не видели, никогда этого не пробовали. А я видел, пробовал, знаю. Конечно, понятно, что многие, как бы, в силу своего незнания, своей глупости даже, я бы сказал так, начинают это рассказывать. Кто-то хочет попиариться, кто-то еще, ну, кто-то думает, что, знаете, вот заболел он диабетом, там, я не знаю, 9 месяцев назад, и думают, что все, он все знает, он такой профессор. Сейчас я тут буду всем рассказывать, все писать, и все слушайте меня, короче. Но, на самом деле, этот человек ничего не знает и только вводит вас в заблуждение. А вы еще тоже начинаете делать то, что он вам советует, и, в общем-то, этим себе и вредите. Есть, конечно, отдельная часть диабетиков, которые, в общем-то, ну, прожили там с диабетом, да, там, 2-3-4 года, и они, ну, также рассказывают и с экранов, и пишут что-то, но они, как бы, понимаете, они рассказывают о себе. Они говорят, что вот я делаю так, я делаю так, ну, в общем-то, так же, как я делаю, да, рассказывают только о себе. А есть такие, ну, опять же, назовем их твари, которые, в общем-то, рассказывают мало того, что о себе, так они еще и советуют вам. Они, как бы, дают, ну, знаете, такую, как бы, отмашку к действию, да, что говорят, вот, мне помогает, так что вы все делайте, и вам тоже поможет. Но я еще раз повторяю, что не поможет. Это, ну, я имею в виду, может, вам это не поможет, вам может только навредить. Так что аккуратнее с этим, и все, что вам бы не советовали, что бы вам не говорили, вы обязательно это консультируйтесь и спрашивайте это у своих врачей, можно ли вам это делать или нельзя. Вы спросите таких диабетиков, откуда они все это знают? Если они вам скажут, какой-то это доктор написал в интернете, узнайте, что это за доктор. И, опять же, ну, доктором в интернете подписаться может любой. Я тоже могу подписаться доктором, и вам всякий бред, да, в уши лить. Ну, во-первых, я не доктор, да, я рассказываю просто из своего опыта. И, опять же, я рассказываю из своего. Я ни в коем случае ничего не советую, не рекомендую. Я просто говорю, как помогало мне или помогает. А вы уже думаете, у вас есть своя голова на плечах, вы уже думаете, нужно ли это вам. И также вам, кто будет это рассказывать, вы задайте ему такой прямой вопрос этому человеку. А почему ты уверен, что мне это поможет? Меня это, скажем, не убьет, не сделает меня инвалидом, не сделает еще хуже, а вот именно поможет. Почему ты так уверен? Докажи мне это. Так что у меня такой вопрос к тем людям, кто, ну, скажем, кто меня недолюбливает. Что я-то вам плохого сделал? Вот чем я, может быть, я, не знаю, там, я у вас ноги отобрал, да, я не знаю, я ваше здоровье нарушил, я вам соврал чего-то, ну, обманул вас. Скажите, вот, что такого плохого сделал вам я? Я думаю, ничего, вы ничего не найдете. Ну, кроме, там, вашей, не знаю, там, билиберды в ваших головах, которые вам, в общем-то, договорили всякие люди. А те люди, в общем-то, которые говорят о диабете, прочитав об этом в интернете, или послушав от каких-то других таких же диабетиков, они вам, в общем-то, если не сейчас, то в дальнейшем, конечно, это вам повредит очень сильно. И вы, опять же, ну, вы будете винить только меня, кому же винить-то? Вы же не будете винить тех людей, которые вам говорят, что у вас все будет хорошо. Вы будете винить только меня, который вам рассказывает правду. Так что подумайте, в общем-то, я ничего такого плохого не говорю. Да, я говорю страшные вещи, но я рассказываю правду, я рассказываю то, что я видел, то, что я знаю, то, что может быть реально. Но я ни в коем случае вам не вру. И тем более я не хочу, чтобы это с вами произошло. Поэтому я вам это и рассказываю. А те люди, назовем их так, они, в общем-то, говорят только хорошие. И вот эти вот розовые очки, которые они вам одевают, вы в них не видите того, что реально может произойти, то, что вы делаете. Вы можете считать меня кем угодно, называть меня как хотите, вы можете мне не верить. Но я знаю, или можно сказать, уже знал много, достаточно людей, друзей моих, которые, в общем-то, уже покинули этот мир. Они были относительно молодыми. Им даже было меньше лет, чем мне сейчас. И они умерли из-за осложнений сахарного диабета. Я ни в коем случае не хочу, чтобы с вами это произошло. Тем более сейчас, по сравнению с теми годами, медицина продвинулась намного дальше. И я уверен, что с вами ничего не будет. Но вы все-таки должны знать, что, как бы это ни было печально, есть даже такая пословица, что всем смертям не бывать, одной не миновать. Так же и среди нас, среди диабетиков, все, конечно, осложнений не получат. Но какая-то часть, к сожалению, их получит. Вот. А я хочу, чем можно больше людей, от этого оградить. Поэтому я вам все это рассказываю и говорю, чтобы вы были на страже. И лучше, говорится, перебздеть, чем недобздеть. И самое главное, не верьте всем тем тварям, которые из интернета учат вас, как жить с сахарным диабетом. Это было бы так же нелепо, если я бы учил бы человека делать бы операцию на сердце, посмотрев ролик в ютубе. Я всем вам желаю огромнейшего счастья и здоровья. И я уверен, что мы с вами доживем до того времени, когда такой же молодой, талантливый ученый, как Фредерик Бантинг, избавит мир от диабета полностью. А с вами был канал Сахарный диабет, Са Правда. Меня зовут Александр. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok